США и Китай. Первая и вторая по объёму экономики мира, соответственно, на международной политической арене являются давними противниками. Однако в ходе недавних переговоров между министром финансов США и председателем КНР о противоречиях упомянули лишь вскользь. Для новоизбранного главы Компартии Си Дзиньпина это первая встреча с американскими представителями на высоком уровне за последние полгода. «В американо-китайских отношениях у нас имеются огромные общие интересы. И, конечно, неизбежно то, что у нас есть определённые различия». В последние месяцы эти различия проявляются особенно остро. Новое поколение китайских лидеров отказалось от реформ и внедрения политической системы западного стиля. Вместо этого оно опять сфокусировалось на усилении контроля со стороны Компартии. Кроме этого, отношения между США и Китаем накаляет и взаимное недоверие. Например, у Пекина опасения вызывают усиление американской военной мощи в Тихоокеанском регионе, а у Вашингтона – кибератаки, предположительно осуществляемые китайскими силами безопасности, нацеленные на правительственные учреждения и частные компании в США. Не может не оказывать влияние и вопрос прав человека, на который у обеих стран – абсолютно противоположный взгляд. Впрочем, в ходе переговоров стороны постарались сохранять оптимизм. «На США и Китая, двух крупнейших в мире экономиках, лежит особое обязательство сохранять сильный, стабильный и продолжительный рост в мире. И мы надеемся, что Китай будет делать всё больший вклад в увеличение спроса на мировом рынке». Американская сторона также призвала Пекин преодолеть все торговые барьеры между странами. Впрочем, вопрос заниженного курса юаня на этот раз поднят не был.